Итак, уважаемые студенты, я надел свою шапочку и мантию. Это значит, что мы с вами уже на экзамене. Я буду выступать в роли вашего экзаменатора. Вы можете меня спросить, почему я пропустил целый блок Multiple Choice Questions. Дело в том, что эти вопросы идут на дом. Я не хочу их разбирать сразу в ходе нашей с вами сессии по первому модулю. То есть все вопросы Multiple Choice, которые даются в конце модуля, разбираются в начале следующего модуля. То есть второй модуль мы начнем с тех вопросов, которые остались неразобранными. Я очень хочу, чтобы вы их сделали дома самостоятельно и только потом вместе со мной проверили. Иначе я не вижу особого смысла в этих вопросах. Они все достаточно легкие, и у вас не будет больших проблем. А вот сложные вопросы, которые идут после каждого модуля, мы будем делать вместе с вами. И вот первый вопрос, это вопрос 1.1, Стас Леонтьев, на странице 40. Значит, я сразу хочу вам сказать, что вы должны делать на экзамене, когда вы сели и открыли экзаменационный вопрос. Прежде всего, надо произвести так называемое сканирование. В чем оно заключается? Вы подчеркиваете те вещи, вопросы, которые вы считаете значимыми. Например, что я вижу значимым в первом абзаце? Это то, что у Стаса есть 7-летний сын. Почему это значимо? Потому что это означает Child Deduction. Дальше я вижу Free Meals. Понятно, что они облагаются. Это подсказка. Пока я вам много подсказываю. Но обратите внимание, Per Month. То есть надо не забыть умножить их на 12. Следующий пункт. Mobile Phone with a fair market value of 18600, включая NDS. Что здесь важно? Важно слово gift. Да, gift. Потому что если у нас есть gift, у нас есть exemption в сумме 4000. Дальше. Performance Bonus. Что важно? Что бонус был accrued in December last year. Дальше. Сразу хочу снять вопрос некоторых студентов, которые мне говорят. He received a performance bonus. He received a performance bonus. Наверное, это та сумма, которую он получил на руки. То есть это сумма чистыми. Нет. Когда экзаменатор говорит received и просто пишет какую-то сумму, это gross amount. Еще раз. Здесь нет слова net. А если слово net отсутствует, значит это сумма gross. Дальше. 31 августа в результате significant sales volumes, то есть за какие-то производственные результаты, Stas was awarded by a special bonus trip to Italy. То есть поскольку это поездка в Италию, то есть vacation abroad, ну и к тому же там бонус trip, то есть вообще похоже на премию. Я думаю, что вы правильно обойдетесь с этой суммой. Дальше. Medical policies. Для Стаса и для жены. 50 для Стаса, 40 для жены. Шестой пункт. Стас решил купить автомобиль стоимостью полмиллиона. И имплойер предоставил ему 20% скидки с цены машины. Что делать со скидкой, как ее посчитать, я думаю, что вы разберетесь. 20% у нас есть special discount. Overtime. Пункт номер 7. Составил 100 тысяч, получен в сентябре. Ну, также сообщается, куда были отнесены эти расходы. Для целей НДФЛ это не имеет никакого значения. То есть это лишняя информация, которую вы просто должны игнорировать. Вы как бы должны привыкнуть к тому, что экзаменатор будет давать много информации, которая для вас является лишней. И поэтому не стоит как бы что-то делать в отношении, скажем, этой фразы. Дальше. Больничный. За первые два дня он получил 700 рублей за день, за вторые два дня 900 рублей. Так? И, наконец, paid vacation 22 тысячи рублей. То есть оплаченный отпуск 22 тысячи рублей. Нам предстоит сделать расчет дохода Стаса. И я, конечно, в этом вопросе вам помогу. Начинаем с salary. Personal deduction. У него был сын, да? То есть child deduction. Дальше, free meals. Дальше, mobile или gift сразу. Минус, exempt. Далее, bonus. Trip to Italy. Medical, insurance. Стас и wife. Показываем отдельно. Скидка на машину. По-моему, special discount. Overtime. Sick leave. И vacation. Так. Ну, собственно говоря, больше никаких элементов я не вижу. Осталось написать total taxable. Пит и крут. Пит with health. Мне кажется, они должны быть одинаковыми, потому что все это по месту работы. И liability. Ну, бьюсь об заклад, что это ноль. Все элементы, которые здесь указаны, относятся только к работе Стаса, да? Поэтому точно он ничего платить дополнительно в бюджет не должен. Ну, и нам осталось написать цифры. Проформа уже сделана. Итак, salary. Пожалуйста, напишите мне цифру по зарплате. Ну, меньше всего я хочу увидеть цифру 25. Это ужасно. Это зарплата за один месяц. Еще раз повторяю вам в 101 раз. Нас интересует зарплата за год. То есть это 25 умножить на 12 или 300. Personal deduction и child deduction советую всегда оставлять на самый последний момент. Потому что если вы начнете сразу с этих элементов, вы можете в них увязнуть. То есть проще разобраться со всем остальным, а потом уже сделать эти вычеты. Итак, free meals. Никаких 5 я не хочу видеть. Я хочу видеть 60. GIFT. GIFT. 18600. Естественно, с НДС. А что, разве мы как-то можем получить вычет НДС? Никак не можем. Exemption. 4. Бонус. Бонус, который был начислен в прошлом году. Как вы думаете, когда он учитывался для цели НДФЛ? Если он был начислен в прошлом году. Он тогда же и учитывался. 0. Trip to Italy. Ну, это у нас заграничный вояж, но даже не в этом дело. Даже если бы это было trip в Подмосковье. Посмотрите, что это такое. На самом деле это бонус in kind. Да? Обращаю ваше внимание. Это премия в натуральной форме. Какие могут быть вопросы? Все taxable. 65. Медицинское страхование. Медицинское страхование. Стас и жена. Ну, неважно. Вы это, ваши близкие родственники. Все по нулям. Special discount. Давайте посчитаем сумму. 20% от полмиллиона. По-моему, это 100. Overtime. Overtime. Здесь он дан. Оплата сверхурочных. 100. C-Clif. Больничные. Тоже облагаются НДФЛ. В какой сумме? 700 умножить на 2400. Плюс 1800. 3200. 3200. Так. И, наконец, последний элемент. Vacation. Внимание. Вообще, все элементы независимы друг от друга. Ну, скажем, стендарь дедакшн. Они зависимы, конечно, от остальных. Я имею в виду элементы доходов. Но вот наш экзаменатор Наталья Денисова, она почему-то придерживается такого подхода, что vacation уже включен. Ну, это действительно так. Ну, просто дальше мы встретимся, что некоторые элементы, которые вроде бы могли быть включены, они не включаются. Ну, и так, скажу об этом проще. Давайте запомним, что если нам дана годовая зарплата и нам даны отпускные, то мы рассматриваем эти отпускные как часть зарплаты. Хорошо? Не как отдельный элемент, а как часть зарплаты. Давайте это запомним. Это подход экзаменатора. Итак, vacation я пишу already included in celery, то есть ноль. Ну, как еще объяснить? Например, вот еда, да? У нас есть элемент еда, но очевидно, что когда Стас находится в отпуске, он не питается. То есть еду следовало умножать на 11 месяцев, если уж быть совсем точным. Но этого не происходит. То есть умножается на 12. То есть вот еда получается monthly amount умножить на 12. Ну, и логично было бы, конечно, и vacation показывать, как taxable. Но здесь у Денисовой логика другая. Ну, и, соответственно, поскольку это уже было на экзамене, мы придерживаемся того, как она хочет, чтобы это было представлено. Теперь давайте смотреть, что происходит у него в отношении вычетов. Начинаем мы со standard deduction, со стандартного вычета. Смотрим. В январе у него, помимо зарплаты, что-нибудь было? То есть вот зарплата у него 25. Это нормально. У него была еда. Еще 5, 30. Еще что-то было в январе? По-моему, ничего. То есть январь 30 тысяч, февраль, соответственно, там будет гораздо больше, чем 40. Стандартный личный вычет у него только за один месяц. Это январь. Теперь 280 тысяч нам надо определить, когда теоретически он может, так сказать, оказаться вот в диапазоне 280. Ну, начинаю я всегда с зарплаты. То есть 280 на 25 получается только в декабре. Если бы у него кроме зарплаты ничего не было, то только в декабре он бы вышел вот за этот лимит. Но я вижу, что здесь есть еще что-то, из-за чего он может достичь лимита 280 гораздо раньше. Например, это может быть бонус триптуит или 65. Или это даже может быть спешл дискаунт он кар. Ну, давайте, итак, июнь у нас есть вот эта скидка на Ford. Я хочу проверить, может быть, уже в июне он достиг уровня 280 тысяч. И тогда ему child deduction уже в июне не дается. Итак, note 1, child deduction. Child deduction. Значит, джун проверяем. Селари плюс милс равняется 25 плюс 5 умножить на 6 или 180. Что еще было? Был вот этот дискаунт. 100. Так? То есть 280. Смотрите, как я угадал. А еще что-то было. А еще был гифт. А еще был гифт. 14600. Беру за вычетом exemption. А еще что-то было из того, что облагалось. По-моему, не было. Но уже больше, чем 280. Соответственно, он претендует на 5 вычетов на детей с января по май. Да? То есть no child deduction in June. Так? И я это пишу в мою проформу. Здесь я пишу note 1. И у меня получается следующий результат. И у меня получается следующий результат. 637. 82862. 82862. И висхелдс. 82862. 82862. Итак. 82863. Продолжение следует...